Девчонки, всем огромнейший привет! Я вам сегодня покажу очень интересный обзор. Ну, во-первых, посмотрите, вот такая у меня осталась паутинка 25 дробь 03 номер 15 стоимостью 6000. Вот такая красота. Девочки, это хорошо сделанный платок, и стоить он должен вообще-то, может стоить дороже. Вот с таким превосходным пухом 6000, как видите, держится. Красивый рисунок на нем, он большой, но он 130 минимум. Вот так он превосходно смотрится. Обратите на него внимание, он не колет. Девочки, хороший платочек, рекомендую. На мне надет вот такой шарфик. Девочки, шарфик это такая эксклюзивная вещичка. Если вот эти все вещи, и вообще все вещи, которые вы сейчас можете увидеть на рынке, они все... Весь пух всегда спрятен на нить. Причем еще надо разобраться на какую. То у меня вот этот шарфик, и вообще я люблю вещи из пуха, который вообще ни на что не спрятен. То есть он сам в себе, это вещи вечные. И вот я связала вот такой шарфик, вот такой палантинчик, такой весенний. Специально вот в таких нежненьких тонах. Девчонки, я его не пушила, ничего. Все вот эти вещи, они смотрятся превосходно, без всякой пушки. Вот смотрите, здесь такой переход света. Он будет смотреться очень хорошо, девчонки, он выдерживает отжим в центрифуге. Я его выжимала. Он никуда не ползет. Стоит такая штука, девочки, стоит такая штука 7 тысяч. Обычный палантин с прядиной на нитку, вот, пожалуйста, очень красивый, стоит 4. Мое стоит 7. Ну, здесь по-другому обработано. Девочки, это немножко другое качество. Вот так вот я делаю такие вещи на заказ, можете посмотреть. Вот такой палантин-веточка, смотрите. Размер его метр пятьдесят, ну, где-то на сорок, на пятьдесят сантиметров. Посмотрите, какой на нем пух. Летящий, такой нежный, их на подарки берут хорошо. Такие ходовые вот эти палантины. Вот видите. Есть еще листики вот такие, красивые. Красивые палантинчики. Вот еще есть, смотрите, палантинчик стоимостью за три тысячи. Это небольшой. Небольшой, вот такой. Он и поуже, и поменьше. И три тысячи, это вообще недорого. Вот так тоже красиво смотрится. Вот они все тоненькие, шарфики, беленькие. Вот так, посмотрите. Очень красиво. Мой палантин, повторяюсь, смотрится вот так. Для многих непривычно. Люди привыкли к другому виду пуховых изделий. Так, ну это для любителей такого, знаете, настоящего, натурального. Так, девочки, еще есть интересные штуки. Хочу вам показать. Пояса для лечения. Спины, головы, чего хочешь. Называются оберташки. Девчонки, вот, только начала их делать. Один закончила почти. Вот этот в процессе. Вот этот еще подкладку не связала. В общем, девчонки, смотрите, здесь чистая шерсть. Никакой синтетики вообще нигде нет. Шерсть с пухом. Вес готового пояса, вот этого, полкило, 500 граммов. То есть он еще, конечно, не стиранный. Девчонки, смотрите, как он сделан. Он состоит из двух слоев. Вот смотрите, так как здесь вывязан рисунок, вот он в кошачьей лапке, видите, то на изнаночной стороне образуются вот такие протяжки. Мягкие, мягкие, они создают как бы дополнительный слой тепла. Получается, что как бы в два слоя вот это вот. Но так как я подумала, что все это не пойдет к телу, когда будет вот это прилегать к одежде, все это, естественно, вытрится, потому что пух на нитку. И я подумала, что этот пух нужно защитить, пусть он остается внутри вот этой штуки. И я связала второй слой, вот видите, вот он. Это все, девочки, шерсть. Ну, то есть себестоимость этого изделия дорогая. Я ее продаю, девочки, я ее продаю за 5 тысяч. Вот такой пояс. Вы его можете куда хотите. На рынке такого нет. Обычно пояса, которые делаются, ну, в общем, они вообще не такие. Вот вы можете обернуть его вокруг спины. Ну, толщина здесь вообще очень приличная. Вот здесь вот двумя булавками. Мне когда заказывали, говорят, мы липучку приклеим. Клеите липучку, что хотите. Но вот здесь вот зубья такие будут. Они будут цепляться вот за этот пух, который распушится, и выдирать его. Мне кажется, все-таки предпочтительно, ну, вот чем-нибудь купите две нормальные булавки. Заколол и пошел. Это можно надевать вот так. Ну, то есть ширина позволяет. Даже вы можете вот так вот сделать, вот, и завязать его вот здесь на шее. Кто говорит, что нужно спать? Вот, грейте голову. Вот эта сторона, которая с лапками, она мягкая. Здесь пух как бы наружу выходит. Вы можете сделать вообще наоборот. Это мое личное изобретение. Я так подумала. В общем, и сделала вот такую штуку. Здесь, конечно, все мягче. Вот так. И вот здесь заколол, пошел. Вы можете обмотать этой штукой ногу. Я пробовала, обматывает. Тоже заколоть. Вы можете вот так на плечики надеть. Ну, в общем, вот такая штука. Вообще, это пояс для спины. Как бы изначально это был пояс для спины. Вот эта дырка зашьется. Я специально оставила вам для того, чтобы показать. Еще раз повторяю, девчонки, белая, это все шерсть. Самая настоящая. Серая, это пух, напряденный на нитку. Вот смотрите, вот такой пояс. Это уже полностью готов. Пять тысяч. Вот такой. Вот этот пояс помягче. Вот здесь как раз подкладка. Здесь вот можно видеть. Так как рисунок. Видите? Здесь, девчонки, вот эта вот такая красивая гамма. Это вообще итальянская шерсть разного цвета. И вот здесь она шерсть с пухом. Вот здесь пух. Вот. А вот это коричневые ромбики. Это шерсть. Чистая шерсть. И, в общем-то, на обратной стороне образуются вот такие протяжки. Потому что такой рисунок. Ну, понятно, что вот это вот, как вы знаете, ну, нехорошо, да? Пух, получается, весь в петлях остается. А шерсть, видите, оно все в протяжках. Ну, кто вяжет, тот поймет. И я тоже связала здесь вот такую подкладку. Вот из шерсти с пухом. Здесь у нас, девчонки, шерсть с пухом. Ее осталось пришить. Вот. Эта шерсть мягкая-мягкая. Вот этот пояс мягче, чем тот. Ну, просто потому, что здесь шерсть другая. Вот. Видите? Вот так. Он красивый. Мне вообще вот этот нравится. Очень нравится. Такой прикольный. И вот еще один тоже. Можно вот так оставить. За три тысячи. Ну, то есть, ну, понимаете как? Все равно, когда вы будете носить, вот это вот пух начнет соскакивать с этой нитки. Ну, потому что он будет тереться. Естественно, он уже напряжен на нитку. И поэтому здесь тоже нужно связать вот такую подкладку. Будет потолще. Вот. Вот такой есть. Тоже будет стоить пять тысяч. Девчонки, по расходу материала, вообще, по идее, это два полноценных жилета. Ну, то есть, если это вот так развернуть, то это два жилета 52-го размера. То есть, один жилет. Вот один пояс, это жилет 52-го размера. Он же двойной. Вот так если разложить, вот он жилет. То есть, вот, пожалуйста, вам по поводу цены. Так, вот видите какой? Вот это мне тоже очень нравится. Красиво смотрится. В общем, тоже это, девочки, будет стоить пять тысяч. Это мое личное, так сказать, изобретение. Мне кажется... Девочки, ну, это нормально сделано. То есть, не просто видимость. А я позаботилась о том, что пух, за который вы деньги заплатили, остался при вас. Это же вы понимаете, что все это дополнительная работа и все дела, да? Нет дешевой здесь основы. Ну, то есть, я не хотела это никак удешевить. Я хотела сделать приличную вещичку. Мне кажется, мне это удалось. Мне вот это тоже прямо очень нравится. Видите? Здорово смотрится, я так считаю. Ну, так что вот. Можете себе позволить, берите. Стоимостью пять тысяч. Девчонки, это не стерна. Он чуть помягче, конечно, будет. Хотя шерсть вот эта, девочки, она покалывает. Вот эта вообще не колется, вот, итальянская. Это шерсть такая, ну, для машинного вязания. А эта все-таки для ручного. Вот, и поэтому она такая грубоватая, как бы. Ну, кому как. Не знаю, мне они все нравятся. И вот этот шарфик мне тоже нравится. Вот. Опять же, повторюсь, здесь, девочки, пух. Напряденный без нитки. Вообще. Вечная вещь. Смотрится вот так. Сейчас я вам еще один пояс покажу. Который я сделала изначально. Ну, в общем, а потом стала делать вот эти. Девчонки, вот. Он у меня висит, здесь выпушивается. Стоимость вот этого пояса, это тоже двойной. Он поуже. Но здесь, если где-то 30 сантиметров, то вот здесь 22, по-моему, сантиметра. Девчонки, это пух с двух сторон. Вот здесь более колючий пух. Вот здесь такой пух мягкий. Это вот тот пух, вот здесь я пряла, из которого палантин вяжет. И вот он у меня висит, выпушивается. Вот. Тоже, между прочим, много весит он. Такой тяжеленький, девчонки. Он все подваляется, будет вообще. Это просто два полотна. Вот здесь соединила я крючком. Видите? Вот эта штука стоит 4 тысячи. Смотрится это вот так. Тоже вот так надеваете на спину или куда-то закалываете. Хотите, пуговицы пришейте. Вот здесь пуговицы, а вот здесь петли воздушные можно сделать. Вот. И носите. Я стараюсь для вас. Ой, девочки, можно я так встаю? Вот прям класс. Вот так, девчонки. Девчонки, так, вот, смотрите, платочек. Это у нас 12-03, платок номер 2, стоимостью 9 тысяч. Вот, он такой пушеный, ну, в смысле, распушившийся, распушившийся. Девчонки, здесь пух спрятен отдельно от нитки. Он вообще должен стоить дороже. Ну, может быть, если вот так начать докапывать, вот там есть легкое покалывание. Ну, вообще, очень теплый платок. Стоимостью 9 тысяч. Для такого это вообще недорого. Очень тонкая, аккуратная работа. Такая каемочка здесь. Вот, красивый платочек. Имейте в виду. Вот мы его сейчас на себя наденем. И будем в нем стоять. Потому что все-таки у нас сегодня 28-й, по-моему. в марте. И все-таки прохладно. Девчонки, вот висит у меня платок. Выпушивается. Смотрите. Вот такой красивый. Как он распушился на ветру. Смотрите, какой платок. Я вам еще в прошлом обзоре говорила, что я люблю вещи с перспективой. Это у нас 11-03, платок номер 15. Девочки, стоимостью. Вот хотите, честно скажу, здесь цена была написана меньше, чем вот та цена, на которую он сейчас выглядит. Ну, потому что, потому что я вижу по платку, как вы понимаете, какой он будет. Но когда он только связан, ну, как бы страшновато, что ли, выглядит. Вот. Я его все-таки беру. Но я понимаю, что вы не дадите за него ту цену, которую он стоит. И здесь цена была написана ниже, чем он на самом деле стоит. Девочки, а стоит он? А стоит такой платок 10 тысяч. Надо было вам брать, когда я вам предлагала по сниженной цене. Девчонки, вы не прогадаете. Он попушится, он еще дороже будет. Сейчас как заволосится, запушится и все. Ну, дальше уже, как говорится, некуда. Уступать я ничего не буду. Пусть лежат, вот сложу в морозилку на лето. Потому что такие хорошие вещи. Ну, а не стоят этих денег, вы меня простите. Какой тут пункт, какая работа. Очень хорошая. Девчонки, берите. Хорошая штучка. Вот на один платок тоже снижала моя подруга Надя. Тоже повесила, чтобы немножко попушился. Ну, потому что тоже, как бы, знаете, новая. Только со спиц. Перспектива есть, но... Ее не видно. Покупать вот эти перспективы. Так, 7-03, платок номер 12. Прям подписан Надя. И вот стоит он 10 тысяч. Когда я его сюда повесила. Здесь такая кайма. Девчонки, он где-то 130. Ух, 130. Вот видите, аккуратно она так связала его. Напрядено, естественно, все на нитку. Это пух ее, собственно, в кос. Девчонки, так что вот я его снимать не буду. Пусть он еще повесит. Платки любят, когда они вот так вот с ними обращаются. Девчонки, смотрите, вот такая беленькая косыночка. Такая вся пушистенькая. Мягкая-мягкая. И тонкая. И в то же время очень такая вот она, воздушная. Стоит 5 тысяч. Уступаться этой вещь тоже не будет, потому что она очень хорошая. Вот, смотрите. Вот такая изящная, красивая косынка. Из домашнего пуха, из нашего местного. Вот, можете забрать. Красивая косынка. Вот здесь тоже висит такой шикарный платок. Причем, сейчас я вам его покажу. Девочки, девочки, вот этот платок. 29 дробь 03. Платок номер 1. Стоимостью 12 тысяч. Девочки, вот он. 29 дробь 03. Платок номер 1. Стоимостью 14 тысяч. 14. Вообще обалденный. Посмотрите, какой платок. Очень хороший. Девчонки, кто любит дорого, богато. И чтоб сразу прям в глаза бросалось. Какая прелесть. Смотрите, какой. Очень хороший. Вообще, без нареканий. Платок хороший. Девчонки, размер его около 130 сантиметров. Тяжелый платок. И, вы знаете, хорошо связан. Работа такая приличная. Кайма здесь красивая. Широченная такая кайма здесь. Вот. Сантиметров на 20. Так что забирайте. Хороший платочек. Прям вам понравится. Девчонки, вот еще сейчас платок посмотрим. Поэтому пока повесим вот сюда. Пускаем здесь красиво висеть. Вот, смотрите, цвет какой обалденный. Девчонки, вот платок. Тоже с перспективой. Вот вы меня не слушаете никогда. Когда я вам говорю, что мне нравится платок, ну, значит, я что-то в нем вижу, понимаете. Не, ну, бывает, конечно, что я сама тоже встреваю. Вот. Но в этом платке перспективы есть. В нем хороший пух. Мы его сейчас повесим, пусть висит. Пока. 1303 платок номер 27 за 9000. Вроде бы, знаете, вроде бы ничего особенного. Но он не крашеный. Тут, понимаете, переход пуха, как бы, знаете, серый, светло-серый. Но я вижу, что он выпушится. Я вижу, что на нитке много пуха. Вот. И поэтому мы его сейчас вешаем. Здесь он напряден не на серую, а на черную нитку. Вот, девчонки. И пусть он висит. Вот увидите, какой он станет дня через два. И вот, да, повесили клиенту платок. Не знаю, платит, не оплатит. В общем, он продается. 2503 платок номер 10 за 10 тысяч. Здесь вот так, по кайме, такие ромбики мне нравятся. Девчонки, платок мягкий. Мягкий. Он, естественно, тоже спрятенный на основу. Тоже здесь хороший пух. Вот такая вот красота висит. Девочки, и вот еще висят, смотрите, косынчики. Обратите внимание, косынчики по 3000. Вот такие. Они сшиты. Ну, то есть, как вытянуты, они были дороже. Это весь, ну, и уступаем. 2503 номер 13. Вот эта вот половинка, это косынка. Девочки, ну вот. Вот видите. Это ручная работа. Ручная косыночка. Вот видите, как пух там смотрится. Девочки, ну смотрите, какая красота. Ой, какая прелесть. А вот еще одно. Это у нас 2303. Так, платок номер 2 за 9 тысяч. То есть, недовыпушенный. Вот, смотрите. А? Берите любой. Красота неописуемая. Посмотрите, какая прелесть. Ну, прелесть же. Девчонки, мы сейчас палитру красиво разбавим. Вот этой косынкой, гляньте. Так, 52-я косынка, 1-03-4500. Толстая. Вот так. Вот та была тоненькая, а эта толстенькая косынка. Смотрите, красиво. Очень красиво. Девчонки, ну это же просто прелесть. Мне очень нравится. Тут выбор. Вот кто любит пушистые платки, может сказать, что берите любой. И не пушистые тоже берите. Девочки, ну смотрите, живой пух. Видите? Блестящие. Смотрите, какие кудри. Не мертвые платки. Обалденно красиво смотрится. Смотрите. Это вот что касается пушистых. Девочки, ну есть хороший и не пушистый. Гляньте, какой большой. Ну прям реально большой. Так, ну 130 в нем точно есть. Так, это у нас 29-03. Платок номер 10 за 11 тысяч. На нем две бирки висит. Так, одну мы уберем. Тут другой номер. Я, девочки, платки нумерую. Вот, красиво смотрится. Смотрите, он темный такой, не крашенный. Здоровый платок. Это тоже, девчонки, это платок с перспективой. Точно вам говорю, вот абсолютно. Абсолютно точно будет выпушиваться. Будет, знаете, такой вот густой борс. То есть есть платки вот так пушатся, видите, вот так вот. Вот как бы волосатыми становятся. Вот это тоже будет волосатый. А вот это будет такой, как мох. Такой густой, у него тонкий пух. Но не такой, как с ним. Вот. И он будет пушиться, так, как я сказала. А вот, девчонки, смотрите, тоже какой шикарный платок. Девочки, это тоже дорогой платок. Очень хороший. Это у нас 25-03. Платок номер 12. За 8 тысяч. На самом деле он стоит дороже. Девочки, это пух, соединенный с ниткой. Натуральный у него цвет. Очень такой тонкий. В общем-то, конечно, он может дороже стоить. Почему? Ну, тоже вот в глубине есть такое, знаете, чуткое, как бы покалывание. Чуть-чуть. А вообще сделано аккуратно. Все такое в коричневом тоне. Классный платок. Тонкая работа. Прям я люблю такие. Понимаете, они по труду, вот такие платки. Я сама так делаю. Почти так. Только у меня еще больше, когда я дву нитку делаю. Я еще и вторую из пуха делаю. Но это хорошо сделано и тяжело это делать. Поэтому дань уважения, как говорится, мастерицам надо ждать. 23 дробь 03, платок номер 1. Девчонки, 8 тысяч. Небольшой. Ну, 120, наверное, до 120. Слушайте, а хороший ведь платок. Тоже, знаете, вот сейчас он как смотрится, как бы неказисто. Но он будет классный. В нем столько пуха, тяжелый большой платок. Я его повешу выпушиваться. Ну, пусть дня два повисит. Дня через два приходить. Посмотреть, что с ним стало. 23 дробь 03, платок номер 8. Так, мы его вешаем. Вот, а вы пока посмотрите, какая красота. Так. И пусть на ветру они вот так вот будут висеть, трепаться. Будут девочки трепаться и будут они пушиться. Вот еще, смотрите, какой платок есть. Классный, тяжелый. 15 тысяч. 8 дробь 03, платок номер 17, 15 тысяч. Вот, смотрите. Ну, 150. Ну, 140 точно. Тяжелый платок. Тоже надо его повесить, пушиться. Девчонки, будет пушиться таким. Не волосатый он будет, таким мхом. И он прям тяжелый. Тяжелый. Это можно сказать, что платок плед. Ах, холодно мне. Вот так вот. Вот, надо немножко погреться. Они все пока новые, как бы, знаете, вот грубят. Ну, вещь необношенная. Это как вот кожаная обувь. Это же все натуральное. И кожаная обувь натуральная. Вот эти платки натуральные. А потом обносится, по ноге садится, становится мягкая. Ну, вы сами знаете, если вы кожаную обувь носили, может быть, и носите. Вот, это то же самое. Девчонки, вот платок. Тоже такой рабочий, крестьянский. Я их называю, платок номер 10, 9, 7, 3, 0, 3, платок за 8 тысяч. Вот. Ну, тоже, знаете, как бы, ничего особенного. Помните, я вам говорила, огурцы выкутывайте. Это вот они. Тоже его надо повесить, будет пушиться мхом. Здесь много пуха на нитке. Вот. Такой он, как бы, знаете, необычный. Деревенского вида. Я бы так сказала. Вот. Пускаем здесь тоже. Красиво повисит. Девочки, брать можно все. Обо всех свойствах платков я вам сказала. Вот это отдам за 9 тысяч. 23 дробь 0,3. Девчонки, платок подкрашенный. Толстый. Прям, ой, смотри, он вообще шелковый. Вот. Вот этот голубизна, это все, естественно, крашеное. Плотненький такой платочек. Вот выпушеный. Девчонки, здесь тоже пуха прям нормально так на нитке. Здесь не нитка. Некоторые мне пишут, ой, там много нитки. Вот поэтому они тяжелые, да прям. Есть придут на тридцатку. Вот такую гору пуха наложат. Вот он за счет пуха и это самое. Тяжелый. Потому что пуха много. В общем, вот тоже вот платочек. Я его оцениваю. Я вам уже сказала. 8 тысяч, да? 9. 9. 23 дробь 3. Так, платок номер 3. За 9 тысяч. Вот так вот, видите, когда его держат, так вроде. Вот он какой. Мне почти до подбородка. Девчонки, вот на сегодня последний платок. Мягкий и легкий. Он оделся, остался один. Стоимостью 9 тысяч. С надписью написано «Я тебя люблю». Вот. Мягкий-мягкий вообще. Вот он прям шелковый-шелковый. Такой мягенький платочек. Вот вообще невесомый. И здесь у нас надпись. Прям по платку. «Я тебя люблю» написано. Видно вам? Вот. В общем, вот здесь буквы «Я тебя люблю». Я их показываю. Три штуки было, вот один остался. Вот так. Так что, девчонки, выбирайте любой. Платков всяких много. Все красивые, все хорошие. Обратите внимание вот на такие пояса. Это предложение мое. Единственное, эксклюзивное. Не знаю, мне нравится. Так что вот, девчонки, вот. Смотрите еще раз, как все это смотрится. Сколько тепла они вам принесут. Это мы пойдем доделывать. Стирать. Вот. Все это по продаже готово. Ну и мой эксклюзивный шарфик. Тоже. Вот такой весенний. Так, девчонки, всем пока-пока. Номер телефона смотрите в названии видео. Все. Я пошла работать. Все. Все. Продолжение следует...